ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы работали с 95-го года. Я не могу так видеть. Самая маленькая пенсия, наверное, 30 тысяч грамм. Это 60 долларов. Это на что хватит? На хлеб? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Революция! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Требовались, чтобы Хочинян были. Он из народа. Революция! 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 Субтитры делал DimaTorzok В апреле 2018 года кадры этих событий в Ереване облетели весь свет. Армянский народ требовал у властей свои права. Право голоса, право на нормальную, без коррупции жизнь, на справедливый суд. Мир увидел, как впервые на постсоветском пространстве свершилась смена власти без насилия, без жертв и с большой верой в будущее. Субтитры делал DimaTorzok Международная пресса обратила внимание на события в Ереване уже в момент их свершения. Но от неё, по понятным причинам, ускользнула предыстория этого революционного движения. 31 марта Никол Пашинян, нынешний премьер-министр Армении, а тогда всего лишь лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», начал свой пеший ход из города Гюмри. Никол сам родом из регионов, из Иджевана, это город на северо-востоке Армении. Он очень часто бывал и бывает в регионах, очень хорошо знает проблемы регионов. Этот марш проходил через крупные региональные города, это примерно 220 километров. Я думаю, что он правильно сделал. За эти 13 суток, когда он ходил, люди потихоньку начали понимать, что происходит. Правда, почти никто не верил, что результатом будет то, что произошло. Ливон Барсигян, гражданский активист, председатель клуба журналистов «Аспорез», «Арена», говорит, что Гюмри был выбран Николом Пашиняном в качестве отправной точки пешего хода и по той причине, что город никогда не поддерживал партию власти. Город Гюмри известен как протестный город уже давным-давно. Здесь Сержик Саркисян набирал не более 24-26% и его партия, так называемая, республиканская. По всей республике Армении они там получали примерно 50-50 с чем-то процентов голосов, включая все правонарушения, фальсификации во время выборов, избирательная взятка, административные ресурсы и всё такое. Причиной, по которым гюмрийцы не поддерживали партию власти, в первую очередь экономические. Гюмри – второй по величине город в Армении. В своё время это был крупный промышленный центр всесоюзного значения. Теперь от предприятий остались лишь развалины. Вартуи Атаян вспоминает, что в былые времена здесь, на текстуре, в стильном комбинате, трудилось около 8 тысяч человек. Здесь мы работали, я и муж. Муж работал 35 год, а я 25. Ткацкая фабрика вот эта. Мы работали до 95-го года. Вартуи рассказала, что фабрики выстояли в страшном землетрясении 1988 года. Но в середине 90-х власти не смогли их сохранить. Естественно, все сотрудники в одночасье стали безработными. Вартуи в том числе. Пенсия не получил. Я полная пила тогда. Сказала, чтобы не путь тебе пенсии. Точки помогают. Два точки есть у меня. До того, как остаться без работы, после землетрясения, Вартуи и ее семья не получили квартиру, которая им полагалась и в которой всей родней делали ремонт. У меня сына умерла в землетрясении школы, 16-го школы. Они сказали, чтобы у нас была одна жертва, но не могу дать тебе домик. Этот домик мы готовили все. Муж, отец, брат, дядя. Все помогало нас и готовило. 26 декабря 1888 года на Тарказе у кого-то обменяется и не запрещено. Как мы теперь знаем, она была много. А вот здесь есть, например, это пенсия. И там всегда бывает. Землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года, унесло жизни 25 тысяч человек. 514 тысяч лишились крова. Хотя с той драматической страницы истории Армении прошло три десятка лет, в Гюмри, расположенном в 60 километрах от города Спитак, эпицентра землетрясения, многие жители до сих пор продолжают жить во времянках. Вот вода. Электричество есть и ничего, газа нет. Вот там маленький полончик есть, газовый полончик. Вот там и готово. Отдельной кухни нет. Все на месте. Готовым, стираем. Так. Шушаник – мать троих детей. Старшие помогают ей по хозяйству, кто как может. Условия их жизни такие же, как у нескольких десятков других семей, проживающих в зоне, называемой, как и прежде, парк фонтанов. Но о фонтанах здесь напоминает только эта груда металла. Последствия землетрясения дают о себе знать уже 30 лет спустя. Примерно 3 тысячи семей до сих пор в городе Гюмри живут в домиках, которые были поставлены в 88-89 годах. Это примерно 10-12% населения города Гюмри. Разница в уровне жизни разных слоев населения в Армении – космическая. Пока одни десятилетиями продолжают жить в трущобах, другие обитают во дворцах, которым позавидовали бы даже римские императоры. И это тоже стало одним из поводов для народного возмущения. Из Гюмри Никол Пашинян и его соратники направились в Ванадзор. Третий по величине город Армении до начала 90-х годов славился своими химическими и горнодобывающими предприятиями. По словам жителей города, здесь действовало 11 индустриальных гигантов. Но приватизация, а потом продажа и перепродажа заводов в итоге завершилась банкротством предприятий. В таком состоянии сейчас находится уже не только химзавод, то есть весь комплекс химпрома. Без работы, в принципе, остались там, если не ошибаюсь, около 5000 только в химическом заводе было рабочих. Мы не смогли вот в последние 25 лет использовать именно этот инженерно-технический патрициал. Отсутствие рабочих мест спровоцировало большой поток миграции. Последняя перепись, по-моему, в 87-м или в 86-м году было 180 тысяч. Перенаселение сейчас по списку 120 с чем-то населения, но живущих прямо здесь, по прописке около, наверное, 90-80-85. Мамикон Асланян стал мэром города Ванадзор два года тому назад. Он прошёл по спискам республиканской партии. Несмотря на свою принадлежность к партии большинства в парламенте, у него тоже есть ожидания от новых властей. Мы от власти всегда ожидаем внимания. То есть, как маленьких государств, и даже больших, основное внимание и поток финансов, и административный поток ресурсов всегда сосредоточен в столице. То есть, в данном случае, в городе Ереване, хочется, чтобы большое внимание было уделено регионам. Когда мы анализируем городские бюджеты на душу населения, оказывается, что в Ереване городской бюджет годовой на душу населения трижды больше, чем в остальных общинах или городах республики Армения. И люди в регионах очень недовольные. Правда, очень многие боялись очень долгое время. Брали взятки, они боялись терять свои работы. Работы, рабочие места. И ходили на выборы, голосовали за республиканцев и за Сержика. Ливон Барсигян был одним из тех, кто, начиная с 13 апреля этого года, участвовал в акциях протеста в Ереване. Решением суда он даже был арестован и обвинен, цитируем, в организации массовых беспорядков с применением насилия. Но аресты Ливона, да и других участников, не остановили акции протеста. Высокая безработица, огромная коррупция, тяжелейшее социальное положение. Очень многие народы живут очень тяжело, но все-таки революция не происходит. Я думаю, в Армении произошла революция, и тем более бархатная, по той причине, что к этим факторам традиционным во всех странах прибавились еще факторы. Например, такой фактор, как наглость власти. То есть, знаете, когда поднимаются цены на все продукты питания, на нефть и газ, это произошло в январе этого года. И люди жаловались и говорили, мы уже мясо не можем купить, мы уже ничего не можем купить. Знаете, что им отмечали? Члены ведущей партии, республиканской партии Армении. Кушайте картошку. То, на что была направлена потребность перемен, это коррупция, это непотизм, плохое управление, недостаточно справедливо проводящиеся выборы и так далее. Удачно. То есть, почему удалось провести вот этот вот транзит власти? Потому что господин Сарксиат, бывший президент Армении, он решил пойти на третий срок. Он фактически, да, вот президент два срока президента, после изменения Конституции, он сначала заявил, в 2014 году, когда планировалось это изменение, мы переходили на парламентскую систему. И он обещал, обещал, что, ну, вот, дескать, там мы переходим на парламентскую систему, это европеизация, это очень нужно, у нас большие планы. А я уйду. И вот когда он не ушел... Параллельно с Ириваном акции протеста проходили в Гюмри, Ванадзоре и Сиване. Озеро Сиван было и остается визитом, визитной карточкой Армении. Его красота притягивала туристов со всех концов земли. Однако сегодня город Сиван выглядит далеко не как курортный. На главной улице Найрян люди продают кто что имеет, чтобы заработать лишний драм. 50 грамм маленький стаканчик. 100 грамм, 100 грамм семена. Ложечка. И как себе зарабатываете на жизнь? 40 грамм, да. Я пока не на пенсии. Мне 60 лет. Три года есть на пенсии, чтобы... Работы нет у нас. А где вообще работают люди в Сиване? Чем зарабатывают на жизнь? Ну, как будет, кто? На строительстве кто? На пляже это край. Ну, какие-то предприятия, ничего здесь нет. Не работают. Предприятия на пляже. Ну, завода таких нету, нету. Ничего пока. Слава Богу, живем. У армян есть одна особенность. Даже когда им приходится жить на один или два евро в день, они говорят, что живут хорошо. Скажите, пожалуйста, как здесь живется вам в Сиване? Сверхотлично. Это то, что вы продаете, это ваш доход, да? Зачем этого нет? Нет, нет. Я военный. Я военный и в пенсии. И какая у вас пенсия, если не секрет? 65 тысяч армянских грян. Вам много хватает? Суть помогает, все. Конечно, хватает, все переполнено, все такое. Каждый день одному человеку тысяча драм нормально. Вот 65 тысяч драма. Это по армянским меркам какая? Средняя, большая пенсия. Какая она считается? Это средняя. Средняя. А самая маленькая какая? Самая маленькая – 45-46. Паргев Татьевасян родился и всю свою жизнь прожил в Сиване. До пенсии ему осталось несколько месяцев. Но он уже 10 лет безработный. Каждый день мужчина приходит на главную улицу города, возле рынка, и предлагает свои рабочие руки. Сижу, жду работу. Кто приходит, меня возьмет, пойду я вот к дому. Вот, есть люди, сидят. Зачем будет сидеть, кто-нибудь придет и скажет, на тебе 3 тысячи или 5 тысячи или 10 тысяч. Пойдем на эту работу сделай. В этом доме Паргев Татьевасян получил квартиру в 1979 году. Дефицитные в советские времена хрусталь и немецкий столовый сервиз указывают на то, что в былые времена в этом доме был неплохой достаток. Сейчас самое большое богатство Паргева – это его цветы. Могу на это тоже, где, что вижу, если мне понравится, без проблем, я буду добиться до конца и принесу. И принесу. В этот год мне этот цветок не дал. Вот такие картели, которые есть. Это либо такой. Домби. Домби. Жена Паргева работает уборщицей в одном страховом агентстве. Сам хозяин квартиры рассказывает, что большую часть своей жизни трудился на местном электротехническом заводе. Но с 2008 года после закрытия в Севане всех предприятий перебивается временными заработками. Я могу сказать, зачем очень трудно. Потому что сегодня работа есть, и пришел меня, приглашил на работу. Завтра, послезавтра нету. На сегодняшний день я принес домой покушать, а завтра, послезавтра уже нету деньги. Озеро Севан видно из окна квартиры семьи Тативасян. Для города туристы – это единственный источник доходов. После революции, рассказывают севанцы, сюда из интереса стало приезжать больше людей. В этом году, мне кажется, намного больше туристов, так как у нас небольшая революция была в этом году. Стали более популярнее. Сейчас наш город стал более чистым, мне кажется, больше будет притягивать туристов. У нас раньше даже нормальных дорог не было. Но сейчас уже потихонечку все идет в лучшую сторону. Тогда, в апреле 2018 года, никто в Армении не был уверен в том, что власть удастся сменить. Особенно, когда при встрече Николы Пашиняна с Сержем Сарксяном действующий президент отказался уходить с должности. Я не знаю, что у нас есть. Я не знаю, что у нас есть. Продолжение следует... 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 Получил высшее образование в Москве. Стажировался в Китае и во Вьетнаме. Создал свою небольшую фирму, которая успешно действует. Тем не менее, Александр стал одним из активных участников акций протеста. На самом деле, движущая сила каждого государства считается молодёжь. И будущее каждой страны — это молодёжь. Вот это и повлияло на то, чтобы основная часть народа — это была именно молодёжь. Они были студентами, просто молодыми ребятами, которые осознали свою долю, свою ответственность, что они должны бороться за свои права и за будущее своей страны. И поэтому они участвовали, и благодаря этому и получились в валюте. Оказалось, у нас блестящее гражданское общество. Весь народ объединился вокруг оппозиционного лидера. Не потому, что он всем нравится. Он действительно интересный человек, не пропашнян. Очень заслуживает уважения. Но объединились только ради того, чтобы сбросили эту власть. Объединились вокруг этого лидера. Очень солидарные действия. А вы знаете, против этого уже очень трудно. Но что ты будешь делать? Будешь стрелять, значит, ещё будет хуже. Оказывается, группа, которая ответит силой на силу. Под прессингом улицы 8 мая 2018 года большинством голосов в парламент Армении избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. В Генезисе это революция. Действующих факторов нет или почти нет. Чтобы дистанцироваться от вот этих модельных случаев, когда, будь то Украина или Грузия, когда революция строилась вокруг тезиса о смене ориентации страны, о цивилизационном выборе, о повороте от России к Западу, о уходе из одной модели в другую цивилизационной. Вот этого не было. Этого правда не было. Ричард Гирогасян, основатель и директор независимой аналитической организации Центр региональных исследований, также считает, что протесты в Армении отличались от предыдущих моделей на постсоветском пространстве. Right. If we look at the examples earlier from Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, this was, in many ways, not a revolution of fruits and flowers, oranges, tulips, etc. This was several weeks of demonstrations in April and May, where there was a specific discipline not to argue geopolitics. There were no flags other than the Armenian flag. Moreover, this was not the Maidan in Ukraine. And there was, I would say, a conscious decision that the domestic drivers of these demonstrations were carefully controlled not to make this about Brussels or Moscow. At the same time, looking now, 100 days after this new government has been in power, there's actually an equally disciplined move to reassure Moscow that the change of government in Armenia does not necessarily mean a change in foreign policy. The French Revolution Nынешний премьер-министр Армении Николай Пашинен теперь национальный герой. На центральном вернисаже в Ереване можно подсюда увидеть майки, сетки и другие сувениры с его обликом. Он человек хочет чиститься, чтобы порядочная жизнь для молодёжи, для всех. И все верят, потому что он честный человек. Я нашел Николу, потому что верю. И в духовку до конца. Я считаю, что надежды есть жить. Все будет окей. Он всегда был протестантом. Он всегда был против всякого нехорошего. Он всегда не мочал, он всегда выступал. Всегда критиковал. Он не только что для себя, а не только что у него это лишние мотивы. Да он, в самом деле, думал о наоборот, тогда и что. Армяне, живущие в стране, за ее пределами вызывают на нового лидера очень большие надежды. Я хочу видеться открыто, чтобы ты пришел в армию, тебе чувствую, как человек. Чтобы люди всегда улыбались. И им хорошо было тут жить. Чтобы они могли жить. А не существовать. Несмотря на эйфорию, которая продолжает ощущаться в армянском обществе, многие независимые эксперты считают, что события в апреле и мае были только началом революции. У нас судебная система старая, частично коррумпированная, частично непрофессиональная, старая. Да, есть блестящие юристы и судьи. Но знаете, когда это не системно пока, этим позитивом пока не видим. У нас парламент есть, который не поменялся, и там большинство бывшей номенклатуры. И из-за этого эти новые реформы, новые шаги правительства буксуют. Все те проблемы, которые у Армении есть, как и у любой другой пуссоцкой страны, они системные. Проблема коррупции, проблема непотизма, проблема связанности бизнеса и политики, проблема влияния внешних акторов на внутренние вещи, проблема недостатка инвестиций, узости рынка, замкнутости и так далее. Это все, это нельзя все тумблером каким-то включить или выключить. Это все проблемы, с которыми надо работать как минимум годами. Важный фактор, что эти люди, которые пришли к власти, они никогда не были во власти. Они не коррумпированы, они не испачканы, чистые. Конечно же, непрофессионалы. Так не бывает, что страна была схвачена 20 с чем-то лет, и там в оппозиции росли достаточно умелые функционеры. Конечно же, бывают ошибки. Самое важное иметь вот эти неочередные парламентские выборы чистыми, без коррупции, без фальсификации. Пускай однажды будет власть от народа. С точки зрения Ричарда Гирогасяна, кроме внутренних проблем объективного и субъективного характера, у реализации революционной задачи в Армении есть и внешние риски. И он их видит не только в традиционно натянутых отношениях с Турцией и Азербайджаном, но и со стороны России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 17 августа 2018 года Никол Пашинян на главной площади страны отчитался перед народом за первые структуры своего конъястка. От изменений, которые произошли в Европе, в Европе... Он против коррупции, он реально сейчас борется. Гаечники денег не берут, это факт. Помогают людям. Милиция стала больше ближе к народу. Сейчас вот, предположим, на машине езжу, да, Гай не останавливает. Тогда останавливают, деньги потребовали. Ак не сделают, деньги сделают, а сейчас так сделают, если что-нибудь не так сделают. Здесь работают, людей нет. И вот работаем, да, здесь. Но летом у нас прибыли нет. Самые меньше, вот, 300 тысяч надо получить, чтобы хоть детей одежду купить или... Ну, не так много, чтобы нормально жить. Народ, чтобы жил хорошо. Как плата помощи была, пенсия нормальная была, ну, скажем, хотя бы долларов 200. А здесь всего и 100 долларов лету. Самая маленькая пенсия, наверное, 30 тысяч грамм. Это 60 долларов. Это на что хватит? На хлеб? Народ Долонин, он видит, что старых этих чиновников коррумпированных власти арестуют. Те коррумпированные чиновники, которые за счет государства, за счет простого народа, за счет меня, допустим, богатели, да, их деньги обратно возвращаются в бюджет. Это же заметно. А что изменилось за эти 100 дней? Дух поднимал всех. Раньше не хотели жить все, большинство. А сейчас друг друга любят, здороваются. Как бы немножко изменилась жизнь. Надежда стала, очень. Субтитры создавал DimaTorzok Бархатная революция в Армении пока далека от завершения. Новый лидер Никол Пашинян стремится провести досрочные парламентские выборы уже в декабре 2018 года. Республиканская партия пытается сохранить свой контроль над парламентом, изменив внутренний регламент. Народ вновь вышел на улицы, чтобы поддержать Пашиняна. Борьба за легитимность власти продолжается.